Возвращаемся на Dota 2 Champions League. У нас вторая игра. Второго матча. Заключительного на сегодня. Сегодня только две игры. Завтра, кстати говоря, судя по всему, тоже. И счет 1-0 ведут Fantastic Five. Spider Peaks. Первую игру подзалили. Ну, немножко. Ну, есть вторая? Есть вторая. И давайте на драфты посмотрим прямо сейчас. Так, но из хороших новостей Доминатора, скорее всего, не предвидится. Да, если только Чен его не будет покупать. Но предвидится Чен зато. И вот он на ваших экранах. Переработанный Чен. На самом деле, сейчас скажу, что там Чену переработали. Там есть некоторые изменения. Базовые даже. Ну, про Аганим мы сегодня уже говорили. Divine Fever больше не усиливает лечение. Теперь дает 2, 3, 4, 5 к броне. Вот так вот. Holy Persuasion. Лучший Аганим Шарф позволит переключить 1-2-3 древних крипов в соответствии с уровнем. Как старый Аганим. Вот. А новый Аганим сильное развеивание применяет. Это очень жестко. Так. Также Тасик. Тасик. Теперь Айс Шард с Аганим Шардом. Враги в радиусе 200 от центра барьеры замедляются на 40 и получают 60 уронов в секунду. Увлечивает длину барьера на 300. Вот такая вот интересная темка. Чуть усилили Сноубол. Что там у нас еще? Войд Спирит у нас сегодня уже был. И Бэтрайдер был. И Мереско. Дарк Виллоу. Дарк Виллоу. Извиняюсь. Подрезали длительность оглушения. Ну, в общем, чуть переделали таланты. Ну и Гриммич у нас тоже сегодня залетал. В общем, пока... Тасик и Чен. Ну, главное это Чен, наверное. Слушай, сегодня прям день суммонеров. Ликан, Чен, Бестмастер. Все, кстати, проигрывают. Без исключения. Ну, тут видно, что по исполнению... Не реализуют на 100% потенциал. Многие не дотягивают, да. Они берут там героев, какие-то комбинации, хросферы и не получаются. Все это дело реализовать. И сейчас вот тот самый Чен, которому нужно гоним. Ты хотел его вам, помнишь? Да, да, да. Я как раз-таки буду ждать. Но это же все-таки жадно. И, скажем так, это не решает всех проблем. Если вот он появился в какой-то момент... Да, это круто. И это прям супер-мега-контра того же Бэтрайдера. Но попробуй на фарме. О, Глинокоптер. Гирокоптер у нас немножко уменьшили мустоты. Но зато теперь... Какой-то сделали ему очень хитрый аганим шард. Я даже не совсем понял, как это все работает. И флаккенон там порезали. Не то, что порезали, там что-то зашили в талант. Добавили еще баф в талант. Короче, Гирокоптер не изменился практически. Кроме шарда. Но это только с 20-й минуты. Так. Что, неужели день 2-0 у нас? Вот я смотрю, 14 августа, 2-0, 2-0, 2-0. 15 августа, 2-0, 2-0, 2-0. 16 августа, 2-0, 2-1, 2-0. 17 августа, 2-0, 2-0, 2-1. И сегодня 2-0. И... Как бы все идет к 2-0, судя по всему. Ну, пока да. Пока я смотрю на Чен, я уже не очень рад, что он в этой игре находится вообще. Потому что, да, возможно, он на фарме Таганима и будет что-то там делать с бетиком, но... А с остальными? Клипчики его рассыпаются, да. Здесь Гира, Геймстрок, Бетрайдер с Напалмом. Здесь очень много того, что моментально шотает зоопарк, поэтому... Во, морф. Ну, это понятно, морфокоптер. Но... Теперь, если у владельца способности нет... У владельца... Осталось 10 секунд. Морфа нет Аганим Шарда или Аганим Скипетра, он не копирует способности, дающиеся за их покупку. Вот важный такой моментик. То есть Аганимы не покупаем из Шарды тоже? Да, видимо. Пойдет. Ну, это все? Законтрино? Ладно, давай я поморфую, а что он тут? Более-менее. Ну, как герой, да? Тасик долго катится. В бетике вообще какую-то линку можно собрать. Куклу Гримстрока сбивает очень быстро, но и против Гиры через дабл хорош. Единственное, ему нужно время, чтобы раскачаться. Если ранние драки начнутся, то перекачка не есть гуд. Ну, он будет перекачиваться, а урон кто будет носить? То есть вообще, если так присмотреться, то пик Чена, ну, он такой 50-50, да. Может быть, он все-таки сможет там дофармить себе Шарде. Это классно Крипчиков, и тогда они хоть как-то будут впитывать. Но остальные герои хороши, вот помимо Чена. Там и Феечка нормально дает, да, и вот Спирит многое делает, ну и Морф. Да, Морф понятно. Осталось, кстати, хорошего танка. А, да, у вас спирит рассчитывать нельзя, особенно, когда он играет против героев. Там четыре героя с контролем. Марс Тибер тает в бане, но что у нас осталось? Галер тоже. Кентавр. Кентавр, да. Андерлорд. Сын Кинга забанили. О, у всех оффлайнеров просто банят. Бестмастер тоже в бане. Еще силовика пытаюсь придумать. Жирного. Ничего больше не приходит в голову. Акс, кстати говоря, который перестанет, я так понимаю, кэрри быть. Теперь он просто... Просто как бы танком останется. О, Брудмазер. У Бруды там есть изменения определенные. Во-первых, сетка. Теперь бонус от скорости передвижения зависит от текущего здоровья героя пауков. То есть, чем меньше здоровья Бруды, тем меньше скорость. Бонусное передвижение. Теперь ее легче будет ловить, а ей сложнее на ЛУХП будет убегать. Немножко увеличен расход маны. И уменьшен урон от ульты. Ах ты, легионка появилась. Теперь какая-то очень хитрая ульта у Бруды, за которой было бы очень интересно посмотреть. И поэтому я бы хотел, чтобы эта игра не кончалась никогда. Пока Бруда не купит Аганим. Так. Ну и легионка. Легионка никаких особых изменений не получила. Там интересные таланты, но... Ну, легионочка здесь очень хороший пик. Если легионочка будет следить за бетрейдером. И на лосо отвечать пресс за атаком. То легионочка так-то тут прям может въехать хорошенько во всех этих героев. Да. В итоге коэффициент от наших друзей из GGBet на эту игру. Ну, вернее, на эту серию. 3.14 на 1.33 в пользу Fantastic Five. Но вы понимаете, что они ведут 1.0. И как бы пику SpiderPix мне тоже очень нравится. Но посмотрим. Здесь очень важно будет не отдать слишком сильные инициативы. Иначе просто же Бруда там с Дирычем полетят, понесутся и задавят. И они могут вполне. Ну, в первой игре они просто фидели и делали все возможное, чтобы по-быстрому проиграть. Ну, кроме Timber. Да, Timber там старался. Фанико не сообщили о плане на игру, поэтому он старался победить. Конечно, конечно. Здесь, ну, нормально. Здесь что самое главное? Это даже ДБКБ? Легионки. Потому что она здесь, сурки будет нормально валивать. И Марфуа. Купи два сада. Там, конечно же, еще в идеале Че, ну, да, Митя Ганим какой-нибудь. Ну, это уже потом как бонус. Жрать наш шардом, да. Как у них прям приятненький. Может, 28-го левела. Ничего себе. Да, поигрывает парень. Злумеет. Посмотрим. Ну, давайте. Ну, я думаю, хуже, чем на МК быть не может. В этом я уверен. Челлендж аксептит. Хотя бы один фраг заиграл, он, думаю, сделает. В прошлой игре все, что он делает, убивал Курьеров. Сиди на дереве. Курьер своего тоже фраг. Своего рода тоже фраг. Конечно. Лебрончик на чене. Леброша. Так, заходят. Попадают под кусты феи сразу же. Тасик пытается скрыться и погибает. Да, ФБ забирает нуб, кстати говоря. Продолжается драка. Гирокоптер очень сильно просаживает. У него уже нет флэка. И его забирают. Это уже минус два. Гримстроуга дает первую, но урона не хватает. Катастрофически. Бруда. Бруда. Хоть кого-то. Нет, Бруде тоже не хватает урона. Аскольд филигранно облетает кусты. Выживает. Слушай, они могли здесь оставить очень много людей. Близи сел на... На горку. Оп. На горку все. Оп. И вот он медленный. Смотри, медленный, медленный, медленный. О-о-о-о. Ой-ой-ой, 200. Ну что, топай, когда так-то? Застрял в кустах. Прошел. Вернулся. Да как же он их дурит-то, а? Они не знают до сих пор, что он там. Они не видят его. Топорик нужен. Вот он. Тычку. Давай, Лебрончик. Ну он пойдет. Уберем. Короче, это было самое жесткое принималовое, которое я вообще видел. Это отцы, пупетируем от Легион Командера. Пять героев просто. Резонант Пульс и Вольт Спирита не пробить вообще никак. Пупетируем. Да, да. Даже первый. Кусты. Да, шли они, к слову, я что-то подумал. Они шли с брудой. Они с брудой шли вот так вот просто напрямую. Зачем, непонятно. Ну, брудой, которой вообще ничего нет, кроме сетки. А она даже ничего там не вкачала. Бруда ничего не вкачала. Тасик долго думал, только потом так Тим взял. Бет тоже сильный, типа. Наверное, со второго уровня был бы в этой драке. Но не с первого никак. Короче, начало так себе. Так, бруда начинает вместе с Гримстроком на лайне. В миде Бет против Вольт Спирита. Попытка здесь подцепить была. Ринджа. В итоге подцепил Беттиком. Беттик тут динает нормально. Ну, Беттику хорошо остается на миде, как мне кажется. Она не успевает этого милишника добить. Но это мелочь. Это все мелочи. На нижней линии у нас гирокоптер. Который взял флэг. Пока что взял Рокет Бердж. Не взял, вернее, Рокет Бердж еще. Ну, наверное, его возьмет. Хотя, может быть, ракеточку? Может быть, ракеточку? Да не, на этой линии вряд ли. Ваше пиу-пиу делать. Ракеточка, слушай. Так. Лего. Получает ракеточку. Отцы. И погибает. А гироч разбивает лицо одного, второму. Остается на линии. Ракеточка окупилась. Кто бы мог подумать. Ну, действительно, ракета, наверное, крутая, когда ты кидаешь ее в легионку. Потому что если фею, то тут же снимет. БЗЗ делает ТП. ТП он делает на вышку. Потому что домой идти не очень хочется. Нужно продолжать мешать Чену. На миде баттс стоит. Чен очень хорошо крипа нашел. Да, вайншон. Главное беречь призрака. Слушай, уже больше тысячи ведут в ДАР. После вот этого замеса в самом начале. Это довольно много. Это линия, если присмотреться, у них хорошая линия. Чен очень хорошо секьюрит линию. То есть там он стоит, он и реген дает, и броню. И не то, что Бруда напрягала сильно морфа при этом. Ну и Бруда, то что в лавлан здесь вообще как бы. Ну он просто стоит. То есть Гримстрок, он если будет с Ченом драться один в один, понятное дело, что Чен сильнее. Потому что он просто по всем показателям лидирует. Плюс у него есть хороший крипчик. Его только с Бруда вдвоем, они могут попытаться его наказать. Да, Лебрончик загулял, загулял, загулял. Даже не смотря на то, что он загулял, он живет. Посмотри на это. Да. Баншу ему, конечно, срезали. Сбили фласку. Неприятно. А, шикает Леброна. Да. Зато он теперь знает, что тут вард, скорее всего, стоит. Он должен был понять. Но тем не менее, гарпи есть. Да, гарпи тоже отличаются. Реген 6 и 7. Я бы на месте Чена еще бы Марфа один тангусик забрал. Просто, чтобы Брум был готов бороться на линии. Да он уже почти отрегенился. Смотри на него. Он там просто перед замесом, ты же знаешь, да? Перед дракой съедаешь тангусик, чтобы ты уже регенился. А, вот оно как работает. Да. Я обычно только если после драки съедаю. Да, да. Ты, допустим, когда на Пудже, вот знаешь, такая фишка, раньше там умер легион. Ты когда, допустим, на Пудже кого-то идешь рутить, ты всегда съедаешь тангусик. Ну, особенно в начале. Это реген. Это хп. Понял. Все, хорошо. Пишечково. Записал. Съедаешь тангусик и идешь. Тем более, сейчас лесной пауджик слышал, да, там эти истории? Да, что-то слышал. Но ничего не видел. Пока только слышал. Скоро, скоро. Тут гарпия душит. Да. Ну, не только тут сама вся такая линия душная. Марфу сложно что-то сделать, когда он 14 брони на 4-й минуте и огромный хп реген под х-дресочкой и под ауручена. То есть бруда, она не может очковаться хангером, просто потому что там слишком мало урона заходит. Это морф накидывает бруде дай боже, да? Бруда, если она выходит из подвышки, у нее 4 брони. А морфа 14. Под ченом. Да, он даже подвышкой пробивает. Еще и гарпия 140 урона. Морф пошел. Да, наконец-то, нормально. О, лелп-лелп. Все. Уже гораздо лучше, чем в той игре. Намного, намного. То есть здесь и пик, да, такой хороший. Главное, чтобы все нафармили свои шмотки. Очень важно. Элинии бодренькие, да? То есть вот спириту бетик особо ничего. Что-нибудь делать не может. Там легионочку подушат. Но она лесочек нормально формит. А что? А что мы хотим сказать-то? Мы хотим сказать-то то, что суммонеры опять у нас вот... Вот в этой игре кто бы не проиграл, суммонер проиграет. Потому что с одной стороны бруда, с другой чен. Сегодня не так. Но бруда просто совсем жалко смотрится. Посмотри на ее нетворс. 1400. Но линия... Линия самая простая. Ну, это... Проблемы. Это ее проблемы, так сказать. Конечно, конечно. Уже 15 брони у морфа. И он с руки имеет больше сотки. И даже если гримстрок на эту линию придет, там ничего не изменится. В итоге Тайсика забрали. Три тысячи преимущества. Да, то есть потенциально у нас выиграно две линии. Это Войт Спирит Миди 300 против Бетика 2600. И морф на легкой 2900 против бруды 1500. И вот такая бруда, она вообще... Вот теперь это что-то много имеет. Очень сильно много. Да, то есть вот такая бруда, она вообще в игре ничего не будет делать. Ну, кроме как спидпушить пауками. Все это единственное, чем она будет заниматься. Но теперь, что простенько будет Спирит, который будет способен наказывать. Тут даже... Это опция является сомнительной. Вот, и тут пока Близзин оказывает Лил Плеб. Руками просто. Ну, Вован, ты наныл? Наныл на 2-1, и тут пока все к этому идет. Наныл. Подожди еще, не этот... Не предвосхищай события. Много ли ты знаешь о заливках? Знаешь ли столько, сколько знаю и я? Я знаю, что вышка падает на 6 минут. Знаешь, какое любимое у меня блюдо на Новый год? Заливное. Каждый... Каждый год его поглощаю в огромном количестве. Так, пошел камбэк от бруды. А ну-ка. А ну-ка. А ну-ка. Все. А, может даже без лоса. Сюда. Ну и вот она. Они вышку забрали, слушай. Мортакта получил в его случае много, и они еще Бэтика перетянули. Нормально. Бэтик действительно. Он отводит Спирита все еще, отстает прилично. Очень-очень прилично. У вас сопа, кстати говоря, даже нет. И скиллпоинта под него нет. Тасик страдает. Да, Тасик, ему сбили Курьера с сапогом. Так, Гирыч, филигранное мансование. Оу. Легиончик. Это зря. Беги. Ну и в итоге фея... Фея улетит. Береганчик убежит. Лега убежит. Да, Баттерайдер зря перетянулся, но хотел помочь Гирычу. Хотя, на самом деле, если бы он не стал делать ТП, я думаю, Лега бы не пошла дальше, потому что ее вышка могла расстрелять просто-напросто. Да, жесткий перефарм. Непонятно, как будут выкручиваться. Сейчас, по идее, если чен жесткий, он должен застакать вообще все. Это потом все заберет либо Лего, либо Войт Спирит, либо Морф. Короче, кто-то это все заберет. И они будут вести не 3, а 7. Бруда абсолютно нищая, голая, бесполезная. Но спушил вышку при этом практически. Ой, минус пауки раз, минус пауки два. Да, ну здесь все, что надо сделать, просто оставить легиончик, который будет стоять и фармить. И пауки не проблема для легион-коммандера. При этом всегда, если, допустим, приходит какой-нибудь Войт Спирит, легион-коммандер может подцепить, поэтому панику надо ждать. А если Бурда не придет, то надо просто фармить. Фея ошибается. Довольно серьезно, на мой взгляд, ошибается фея. Хотя, вроде как, не, очень серьезно, потому что, ну какой шаду-реалом против Бэтрайдера с Файерфлайем и Напалмом? Тут вообще никаких шансов не было. Он же просто ее сжег даже в любой форме он ее сожжег. Ему не нужно ее видеть. О, тамблер стоит, наконец-то. Наконец-то тамблер стоит, можно взять и въезжать на коняшки. Так, видят Бруду. Может быть дуэль? А может быть дуэль? Дуэль. Ииии... Кажется, не успеют убить. Да, не успели убить Бруду. Не вылучил урон Фаник, а хотелось бы очень получить. Бруда-то сладенькая. Главное, что карает ее, да, это самое главное. Так, тут Лил Плэп. Может убить Бэтрайдера, кстати говоря. Отомстить ему, но хватает Бэтрайдера его. Фея, Шадоу Реал, матычка. Нет, не пробивает и в сноубол прячет. И Морф продолжает гореть. Но не на Морфа почему-то, а на Крипа куда-то. Файерфлай закончился. Морф, зачем ты перекачиваешься в Агилу? Ты что? С ума сошел. Аскольд хотел добить. Аскольд и добивает Морф. Морф переиграл, уничтожил. Забайтил. Также забирают Тасика. Вся команда успела подтянуться. И Лил Плэп на Тончайшего. Он перекачивался в ловкость, чтобы Бальня ударить с Дарту Страйка. И добил. Я просто за ним Тасик в этот момент бежал. Я немного думал, что он крэйзи. Оказалось, что все калькулайзит. Слушай, развальчинка. Ну все еще 3000. Все еще 3000 пока. Да, ну я просто по карте имею ввиду. То есть все еще 3000. Это при том, что Бруда. Она вот только-только добирается до вышки, где вообще никого не имеется. И пока она там бегает, развлекается. Вот теперь это уже по всей карте носится Саулом и готов к карте. Так, Чена. Хотят взять Чена. Берут Легионку. Лего. Очень хорошо привязывают двух героев. Пошел Террорайз. На Террорайзе отбегают. Фея пытается сгрейзть Тасика. Тасик живет. Нет, Тасик погибает. Здесь ДД, Воид Спирит. В итоге только Тасика удается забрать. Ну или, правильнее сказать, в атаке находились Фантастик Файв. Но они все равно потеряли Тасика. Но Бруда-то свое дело знает. Да, смотри, Бутатца. Куда, куда, куда. О, сюда. Нормально, бабки есть. Так. Морфу вышку отдают. Просто так. Да, ну, не готовы ее дефить. В итоге, Морф так аккуратничает. И все-таки добивает. Оп. Да. Красиво. 5300. У него 5400 Воид Спирита. Но, слушай, Герыч пока держится. Бет, конечно, отстает. Бруда тоже. Им бы зацепиться чуть-чуть за эту игру. Ну, нужен Бринг на Бетрайдере. Чтобы что-то делать на карте, нужен Бринг. Ладно, сейчас такое, что... Да, может быть, он подфармит. Проблема просто... Все фармят от Бурда, не лезать из леса уже. Она не способна драться, да? Герыч, он как бы может, но... Герыч хочет вот лесочек зайти. Герыч БКБ как минимум хочет, а он... Да, да, и агоним еще сверху. И некому идти драться. То есть они все просто фармят. И это... Золотое время для Вейспирита. Который подбирает все руны, у него имеется ульчик. Просто находишь любого, поднимаешь вул и караешь. Например, Батерайдер... Как же жадно играют, конечно, в Fantastic Five. Это просто жесть какая-то. Так, отцы минус все пауки. Жесть. Сколько их там было. Не то, чтобы это прям много денег, но вообще это немало денег. Но это самое... Почти сотку он получает. Он почти сотку занется получает, когда он там... Самое главное... Так, нападение на Легу. Самое главное, что вот сейчас бы эти пауки могли кучу урона нанести по Леге. Но вообще ее и так заберут. Ну, забирать ее не быстро, это раз. Если бы была какая-то помощь, было бы здорово. А он вообще произвел и улетел на ТП. То есть у них урона нет. То есть... А, а что такое... Минус Герыч. Да, Герыч погибает. И у Гримстрока проблемы, его тоже забирают. А... А что Легионка так... Такая жесткая, они вообще ее не пробивали? Вангуард плюс пресс за атаку, он еще сверху дает восстановление здоровья 50 хп в секунду. Жесть. То есть у него свои... Да? 15, там еще Вангуард какие-то пички блокирует. И еще сверху. Походу 2-1. Ну, я и говорю, к этому все идет. Пошел за хил от Чена. Тасик вкатывается. Потому что пику SpiderPix, ну, повторюсь, мне нравится. Сейчас они играют, ну, более-менее. То есть такой дичи, которая была в первой игре, ее нет. Вот, и... Здесь еще сложно ошибаться, пока у противника вообще нечем убивать. Да, вот мы сейчас видели, как три героя напала на Легион Командер. Они отдали все свои кнопки, Легион Командер просто нажал TP-Aut. Ребяточки, не забывайте про коэффициенты от GG Bet. 1.74 на SpiderPix и 2.02 на Fantastic Five. Это при том, что счет 1.0 в пользу Fantastic Five. Уже как бы вера в них закончилась потихонечку. К слову-то. Ничего не хочу сказать. К слову просто. Подумал вдруг внезапно о коэффициентах. Момент, когда вот увидел... Я не хочу сказать, но тело говорит само себя. Именно, да. Ладно, сложно. Игра говорит само себя. Ну, у меня просто тело не видно. Но, в принципе, если бы вебка была в этот момент в кадре, все бы поняли. Фаник. Охота за пауками. Охота за пауками. Плюс 18. У тебя бруда, которая ставит сетку и говорит, здорово, у меня сетка и больше ничего. А с другой стороны, регион командор тоже, типа, флейнер, который просто дает отцы по пятерым, и там все рассыпаются. Войт Спирит не усумел бы трейдера сбить крипа. Тут видишь как. Вот, при этом морф на своей линии чувствовал себя максимально комфортно. И видно, что Чен хороший, очень хороший секьюрити. За счет крипчиков, за счет регина там всего по чуть-чуть и настакиваются. Вафф, и вот он вводит. А что ему сделать, да? Да. И отличные террорайс, танк кентавром. Как они играют, как же они хороши. Как же все залетает. И лейт потенциал за спайдер пикс. В том числе, то есть у них два очень мощных хора, которые могут прям разваливать. То есть это морф, регион командор, если он настакивает урон, то это очень сильный корр лейт. Получается. И вот Спирит, который уже просто бегает, и делает, что хочет. У него 3.0.10. Он 13 фрагов сделал за 15 минут. Тренер в Fantastic Five не хочет выкинуть полотенце на ринг. У них не стремя? Чтобы как бы третью потом начать, пока еще тут. Или они верят? Вот. Бруда просто бегает уже, фидит пауками. Да, мы понимаем, что это не очень много, но все-таки там прилично, да, так получается. Там бегает в пачке 10 пауков, там за каждого по плюс 9. Ну, 90 монет он дает. Смотри вообще на капстат легион командора. Нормально так. Это приводит к тому, что легион командора, у него так-то очень хороший нетерс. Потому что он всю игру бегает, где-то что-то воюет. Вот. 3-2-8. Джеймса забирают. Ладно, Вован, как говорили некоторые шансы всегда, правильно? Действительно. Не знаю, кто. Честно говоря, Стас Вертухих хотел заехать. У них некоторых, но... Шансы есть всегда. Согласен? Как говорили чела, которым заезжали с Вертухи, шансы есть всегда. Бетика, блинка нет, и он не предвидится, как я вижу. А без Блинк Даггера никто не ворвется. Нет ни одного героя, который бы мог начать драку эффективно. Знаешь сказку про лягушку, про двух лягушек, которые попали в бетон с маслом? Ага. Одна из них сдалась, потому что верила... Ну, потому что не увидела шанса. А другая барахтала лапками, взбила масло из молока и смогла выбраться за счет этого. Ну, понимаешь, в отличие от лягушек, я вижу масло. Так. И телепортируй с него. Нет, нет. Сейчас. Отформулировать мысль. Кот. Что первая лягушка там не увидела варианта. Как ты формулируешь мысль, тут масло взбивается жестко. Тут очень-очень-очень высокопроцентные сливки происходят со всех сторон. Так вот. Первая лягушка просто не увидела вариант с маслом, да? Ну да. Как и бы трейдер, который не увидел вариант с Блинком. Потому что его БКБ здесь ничего не изменит. Если другая команда просто будет стоять сзади. То есть, смотри, он такой налетает, летит, будет спирита. Он прожмет вторую. Кстати, уже ее прожимают, смотри. Как же пофиг на них. Они за ним бегут, лол, дальше. Да, и они могут его взять. Они могут его взять. Но фея спасают. Конечно, конечно. Команда АФК не могут его взять, но... В этот момент морф вообще Рошана забирает. Пошла дуэль. Сноубол, кстати, неплохо. Ракеточка. Нет урона. Просто нет урона. Бегите к лупце. О, курьер. Так, и лилплеб приходит. У лилплеба очень много всего. Выехали за гирокоптером. Выехали за гримстроуком. Гирич прям фармит. Как будто это последние грипы, которые он видит в игре Dota 2. Оп. Кот, о чем мы? Спайдер Пикс, они не взбалтывают масло. Вот, я бы там. Даже и близко. И сейчас у нас человек включает трансляцию. И первое, что он слышит, это фразу. Спайдер Пикс не взбалтывает масло. Э, историю я продолжу, камон. Ну да. Вот, то есть, ну и все, посмотрим запись в контексте. Пусть приходят на трансляцию заранее, как бы, а что? Да, пусть готовятся. Да. Смысл. В контексте все. То есть, они не взбалтывают масло. Короче, если бы ты рассказал эту сказку, то у тебя бы было так, что две лягушки, нужно было купить блинк и блинкануться из кувшины. Но одна купила травела и захлебнулась, а другая написала гг и вышла. На самом деле, из двух зол выбирает меньше, да, то есть, ну, как бы, блинк не спасает игру. Ну, то есть, если он дает, он, скажем так, увеличивает, да, там, проценты успеха. У тебя там будет не 0-0-1 процент, а 0-0-2. То есть, ну, просто БКБ, вот он летает, смотри, вот он летает. Опа. Вот он везет. Повезли легионку. Сноубол. И-и-и-и забрали легионку. Они развалили, да. Так, и еще и Лил Плеб тут, на самом деле, ему тоже достается больно, но у него есть Аегис. Близзи впитывает на бруде. С таким билдом только впитывает, разве что. У Леона больше нет хила. Смотри, это сработало? Прямо сработало. Морф работает, я смотрю, неплохо так по всем. Да, очень хорошо, Морфокоптер работает. Гирокоптер. Как же... Поднимают Вод Спирит, и Вод Спирит... Фантастик Пайл борется со своей жизнью. Да, Вод Спирит успевает уйти во второй, но его дальше, Силкин Бола, грызут пауки. Не хватает урона. Выбили Аегис, Морфокоптер. Слушай, они просто нереально. Шанс есть всегда, Димон. Само собой, да, шанс есть всегда. Так вот, шанс сейчас базируется вот только на том, что Фанник будет подставляться. Хотя Фанник, по сути, это герой, который очень легко контестит Бэтрайдера, который врывается на ноги. То есть ему нужно стоять за своей командой. Каждый раз, когда Бэти кого-то вот так вот летит в отыскивать, он просто дает пресс-атаку и все. Больше ему ничего делать, в этой игре не надо. Не останавливается его давление. Да, теперь лассо нет, ульта-аграм-строка нет. О, вы что, нет? Заходим? Гирич может попробовать. Так, пресс-атак на Морфа. Нет, нету... Нет ульта у Бэтрайдера. Да, тут даже не в блинке делал, действительно нет ульта. Мы делаем, что хотим сейчас. Пытаешься там пруда тянуть время, как-то мансить. Слушай, что-то у него получается, конечно, там на себя выманивает много всего, но Мека нет. Слишком много урона, Байбека нет. Морфокоптер. Сынка есть в Аур. О, Террорайз по двум героям. И еще и дуэль. Минус Гирокоптер. Да, в общем, защитим честь Бэтрайдера. Скажем, что бы он в этой игре не собрал, они все равно поиграли. Потому что поиграли они игру там где-то... Ну, отдали они карбланш там минуте на пятой. Считали, отдали они карбланш с 5-дартой за минуте на пятой. Говорят, ребята, делайте с нами что хотите. И в принципе, они с ними что хотят и делают уже последние 15 минут игры. Да. Да. Шанс есть всегда... Сказал я после написания ГГ. Но боюсь, что после ГГ шансов уже нет. Ну, что, спайдерпикс функции? Да, спайдерпикс сравнивает счет. Что с ними случилось в первой игре? Хороший вопрос после этого. После матча в интервью. Сделаем обязательно. Может быть, он хотел просто играть на морфене. Хотел играть на макаке. И в этом причина. Может быть, он хотел сидеть на елках и убивать курьеров. Короче, случилось странное что-то. В итоге счет 1-1. Спайдерпикс сравнивает игру. Сравнивает счет в матче. Давайте после небольшой паузы вернемся и посмотрим решающий третий поединок между этими командами.